У нас в саду развернули штаб помощи, и у нас здесь упаковка идет, вот мы и по регионам отправляем. Более 14 тысяч защитных костюмов, более 3 тысяч щитков, тысячи масок для медиков. Пока государство раскачивало, соответственные лица боялись принимать решения, десятки людей организовались и обеспечили медиков защитой. Весь процесс удалось запустить в считанные дни. Сами закупали специальную ткань, сами находили цеха и привлекали финансы. И решали возникающие трудности, сталкиваясь с чужим непрофессионализмом. Если бы не активность так называемого гражданского сектора, то и скорость распространения коронавируса могла быть выше. Мы не могли просто доставить материалы до цехов, потом с цехов это собирать уже в штаб. Были сложности, вы помните, я думаю, с пропусками, да, мы тоже там, ушло, наверное, около недели на то, чтобы просто пропуски себе получить, да. Хотя мы занимались именно тем, чем должно было заниматься государство, да. Сложности были в контроле целевого, вот того, чтобы, ну, действительно до врачей доходили костюмы. Потому что мы иногда работали там с, ну, передавали каким-то государственным представителям, да. А они вместо того, чтобы передавать это врачам, передавали там сотрудникам милиции, вот на блокпостах. Когда этот вирус пришел к нам в страну, мы с ребятами, с активистами, с моими товарищами, друзьями поняли, что государству самому сложно будет справиться, потому что очень много вопросов. Я думаю, что никогда ранее независимый Кыргызстан еще не проходил такое испытание. Более 15 тысяч заявок, более 5 тысяч километров, около 100 тонн продуктов. Пока Бишкек был парализован, волонтеры развозили гуманитарную помощь нуждающимся. Но прежде каждую заявку надо было обработать. Как рассказывает Юлия Палькина, одна из координаторов волонтерского движения, нередко разбирать их приходилось в ущерб своему сну. Сейчас у нас продовольственная программа свернута, потому что, в принципе, экономическая деятельность возобновилась. В первую очередь, помощь все-таки была направлена на тех, кто временно решился работать и решился заработать. Люди разные попадаются, все хотят помощи. И нужно понимать, что что-то ты можешь сделать. Это уже хорошо, даже если ты чуть-чуть сделал что-то. Это уже вклад. Таким грузом первый раз еду, чтобы удостовериться, чтобы по дороге ничего не свалиться. Каждый пытался помогать по мере своих сил и возможностей. Подключились и велосипедисты, и автовладельцы. Развозили не только продуктовые наборы и защитные костюмы, но и помогали добираться до работы и домой медикам. Привозили еду на блокпосты и в больницы. И даже те, кому оказывали помощь, пытались внести свой вклад. Мы поехали оказывать гуманитарную помощь одной бабушке. Она инвалид, как раз, из дома не выходит. Мы ей привезли продукты, питание. И она, увидев нас, заплакала просто. И она нас не отпускала. Она говорила, давайте я вам чем-то помогу. Вы вот помогайте народу, давайте я вам помогу. И решила нам шить маски. Как говорят волонтеры, удивило, сколько людей откликнулись и как быстро. Соорганизовались и сработали в те дни, когда лица во властных структурах только продумывали, как и что. Хотя именно у государства были все возможности для оперативного реагирования. А простые люди смогли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова